Сотрудники Россельхознадзора в течение всего года проводят мониторинг качества различных продуктов на территории Рязанской области. Мясо, рыба, мед, яйца, все то, что попадает на наш стол, проходит систематическую проверку. Отбор продукции осуществляется как у предприятий на территории региона, так и в магазинах, лечебных учреждениях, учреждениях образования и социальной сферы. Результаты таких проверок далеко не всегда радуют сотрудников ведомства. Так было установлено, что 29 процентов молочной продукции в Рязанской области является фальсификатом. Это значит, что в их составе были обнаружены неуказанные на упаковке жиры растительного происхождения. По данным 2017 года, прошедшему, у нас есть решения судов, они официально опубликованы, то есть на сайте Мойорбита, без проблем можно посмотреть их. Значит, это такие молочные производители молочной продукции. Это Тырновский молочный завод, Рыновский, Ухаловский молочный комбинат и производители молокоперерабатывающие в Клепиковском обновлении ОПТОРГ. Соответственно, в их продукции были установлены жиры немолочного происхождения. Что мы в первую очередь делаем, это приостанавливаем действие декларации на выпуск этой продукции. Соответственно, больше производитель не сможет по этой декларации выпускать недоброкачественную продукцию. Это что мы делаем в первую очередь. Также мы возбуждаем производство об административном правонарушении в отношении добросовестного производителя, вызываем составление протокола и все материалы направляем в суд арбитражный для принятия решения. В прошедшем 2017 году молочные продукты также стали объектом пристального внимания и независимой экспертизы, которую проводили сотрудники газеты «Комсомольская правда» в Рязани. Журналисты этого издания систематически проверяют самую разнообразную продукцию, тем самым помогая рязанцам ориентироваться в продуктовом изобилии. Наши экспертизы абсолютно независимы. Нет заинтересованных лиц в этих экспертизах. Все образцы мы обезличиваем. Сначала у нас происходит закупка. Идем в магазин, покупаем, как обычные люди, как обычные рязанцы. Берем с полок те товары, которые представлены, которые нам необходимы для проверки. Эти образцы в нужном количестве. Одна-две пачки, один-два литра и несколько батонов. То есть нужное количество. Приносим в редакцию, а дальше мы перекладываем продукцию в пронумерованные пакеты или какую-то пронумерованную тару. Для того, чтобы не было привязанного отношения. Дальше с продукцией работают независимые эксперты. А о результатах исследований впоследствии можно узнать со страниц издания. Затем мы готовим публикацию, где все расписываем. Кто из производителей честно работает, а кто может схитрить, добавить вместо молочного жира. Пальмовое масло такое часто бывает. А в последнее время еще и говяжий жир добавляют. То есть фальсификация животными жирами сейчас распространена тоже. И практически каждое исследование выявляет недобросовестных производителей. В конце каждого года комсомолка проводит подведение итогов и награждает добросовестных производителей. Так, среди лучших по результатам 2017 года отмечен Старожиловский комбинат. Качество его продукции за несколько лет проверок не изменилось. Сразу два диплома получила ООО «ЖИТО» в категории масло и сметана. А в номинации «Питьевое молоко» лучшей стала компания «Вакинская Агро». Их продукцию корреспонденты «Комсомольской правды» отправили на экспертизу впервые. В любом случае, даже если вы покупаете продукцию проверенного бренда, специалисты советуют всегда обращать внимание на маркировку. Обращайте внимание на маркировку продукции обязательно. Соответственно, если это масло сливочное, в составе должно быть, соответственно, пастеризованные сливки. И продукция должна быть изготовлена по ГОСТу. Ни в коем случае, если вы хотите покушать сливочное масло настоящего, не должно быть никаких растительных жиров в составе. Также немаловажную роль играет эта ценовая категория товара. То есть за 50 рублей, 200 грамм масла, к сожалению, ну, сами понимаете, никто туда жиры молочные не положит, грубо говоря. У нас были случаи, когда поставлялась продукция за 17 рублей 200-граммовая пачка. Ну, сами понимаете, о каких жирах молочного происхождения может быть и речь. Соответственно, нужно обращать на цену продукции. По данным Рязаньстата, средняя цена масла за 1 кг составляет на январь месяц порядка 450 рублей. Кстати, корреспонденты «Комсомольской правды» уже начали проводить новые исследования молочной продукции. В этот раз они проверят не только рязанских производителей. Так что следите за публикациями, почаще заходите на сайт Россельхознадзора и внимательнее изучайте информацию на упаковке покупаемой продукции. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...